Всем привет! Это программа Точка.ру. С вами Юлия Чернеева. И сегодня я вновь расскажу о том, чем же жила Всемирная Сеть всю минувшую неделю. Загружаемся! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Неутомимый путешественник и фотоблогер Алексей Авдеевичев поделился с подписчиками ЖЖ-сообщества Самара.ру очаровательным фоторепортажем «Интересный рядом» и «Ягодный арт». В общем, в селе Ягодное, на живописном берегу Куйбышевского водохранилища, Алексей обнаружил интересную площадку для отдыха и занятий спортом. Арт-объекты, установленные здесь местными умельцами, просто видны издалека. Есть здесь и огромный велосипед, на котором можно сфотографироваться. Сторонники ЗОЖ могут пробежать по тропе здоровья, романтики полюбоваться на гигантского миньона или оценить цветочек из лопат. Так что, друзья, смело планируйте поездку в Ягодное за свежим воздухом и крутыми фотографиями. Ну а наш самарский лайк летит Алексею Авдеевичеву. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Яндекс нашел способ, как обойти систему распознавания лиц. Но разработчики нового метода делиться находкой не спешат, чтобы ею не воспользовались злоумышленники. В случае, если про способы мошенничества узнают все, то необходимость в сканере отпадет. По этой причине сотрудники Яндекса пытаются охранять итоги эксперимента. Но все тайное становится явным. Для того, чтобы обмануть сканер лица, необходимо нанести немного футуристического макияжа на лицо. И вуаля, система распознавания лиц будет одурачена. Даже если замаскировать весьма известную персону, то и ее сканер не распознает. Принимая во внимание то, что количество камер наблюдения в государстве нашем растет, то такой метод придется как нельзя кстати в случае, если кому-то необходимо будет избежать идентификации по лицу и скрыться в толпе. Вопросы безопасности во всемирной паутине касаются не только защиты от вирусов и других вредоносных программ, но и затрагивают вопросы ограждения детей от нежелательной информации. Если с обычными сайтами дело более-менее налажено, то в социальных сетях уследить за активностью маленьких пользователей крайне сложно. Этим же вопросом задалась и компания Facebook, которая собирается выпустить специальный мессенджер для детей. Он не будет требовать аккаунтов Facebook, но позволит взрослым контролировать своих детей и обеспечит должный уровень безопасности. Новое приложение будет носить название Talk, позволит полностью контролировать контакты детей и подростков и предназначено для лиц в возрасте до 16 лет. Юные пользователи Talk смогут играть в игры, делиться фото с записями с родными друзьями, ну а родители при помощи своего же мессенджера смогут контролировать контент, который ребенок просматривает в сети. Google вам в помощь, как говорится. Новая функция приложения Google карты поможет выбрать идеальное время для поездки по городу. Программа прогнозирует и самостоятельно выбирает оптимальное время, чтобы пользователь не попал в пробки, к примеру, после работы. Функция укажет, сколько времени уйдет на дорогу и покажет загруженность пути. Кроме того, можно сравнить информацию с прогнозами на следующие несколько часов. Однако на данный момент нововведение работает не идеально. К тому же функция полезна только в пределах городов или небольших областей карты. Совсем скоро программку можно будет скачать как на Android, так и на iOS. В сети появилось видео анонс грядущего масштабного фестиваля «Ратное дело». Он пройдет 6 августа в Кенель-Черкассах и носит название «Ратное дело – Самарский острог». Думаю, согласятся все – это один из самых популярных фестивалей, проходящих на территории нашей губернии. Ежегодно несколько тысяч зрителей становятся свидетелями небывалых реконструкций. В этом году фестиваль будет посвящен 17 веку. Под грохот пушек и бой барабанов в пределы самарских границ в село Кенель-Черкассы войдут государевы-стрельцы, лихие казаки и хитроумные немцы. Можно будет окунуться в бунтажный век, когда на кону в большой геополитической игре стояло существование российского государства. Самаржа в этих «Играх престолов» занимала не последнее место. А ну выходи, паскуда-то! Судить тебя будут! Мы люди государевы! Он нас судить и будет! Господь бог! Яшка! Остановился купить алкоголь? Подумай. Иди дальше. На сегодня все. И помните, друзья, главное, чтобы интернет приближал вас к миру. Но не отдалял от жизни. Мы всегда рады вашим лайкам, комментариям и репостам. Подписывайтесь на наши странички в социальных сетях. Интересные фото, актуальные новости и телевизионная кухня. Итак, наш сайт, твиттер, инстаграм, группу вконтакте, фейсбук и канал на ютьюбе. Кстати, у нас там уже почти 14 миллионов просмотров. Смотрите и вы наш через приложение на своих смартфонах и планшетах. Присылайте свои новости в наши группы. Всем лайк. Пока!